Всем здравствуйте! Вы на канале Замечтательная жизнь. Меня зовут Елена. Меня многие спрашивают, как же я перенесла укольчик, который я первый сделала. Это было... Прошло уже, наверное, дней 10 назад. Я сделала первый укольчик. Ну и хочу рассказать о своих каких-то ощущениях. А, собственно говоря, и говорить-то не о чем. Ничего такого сверхъестественного не произошло. Я чувствовала себя как обычно, но в течение двух дней я принимала супрастин по полтаблетки два раза в день. То есть в тот день, когда мне сделали укольчик, я приняла две таблетки. И на следующий день я снова приняла два раза супрастинчик по полтаблеточки. Хотя меня врач предупреждала, надо... Можно принимать по одной таблетке три раза в день в течение трех дней. Ну а зачем? В принципе-то мне, в общем-то, это помогло. Я думаю, что... Ну и никаких ощущений каких-то мне непонятных у меня совершенно не было. Я скоро собираюсь уже идти на второй укольчик. Что будет после второго укольчика, я вам тоже расскажу. И самое интересное, у меня такой муж хитрый, он следит за мной, то есть он наблюдает, как же я перенесу. Он не идет, не делает, не пошел со мной, хотя я его говорила, пойдем вместе сходим и сделаем. Нет, он не пошел. Он пронаблюдал, как я себя чувствовала. И вот сейчас тоже собирается. У нас делается на здравпункте один раз в неделю по средам. Вот или в эту среду, или в следующую среду надо записаться, и он тоже пойдет. В общем, как-то вот так. То есть все в пределах нормы. Ну, не все, наверное, так переносят, потому что откликов очень много. И негативных откликов тоже очень много. И люди как будто бы и заболевают сильно, и даже есть летальные исходы. Ну, слава богу, мой организм этого не почувствовал. Все хорошо. Так, еще что я хотела рассказать. Тут как-то у меня вдруг, у мужа возникли боли. Заболело внизу живота. И как раз ночью охал, даахал. Цвет лица такой, смотрю, у него серо-землистого цвета. Черты заострились. Думаю, ну все, что ж такое случилось у него. То ли камешки пошли, то ли что. И мне пришлось ночью вызывать скорую. Вы знаете, на удивление, вроде такие сейчас у нас происходят в стране обстоятельства, связанные вот, например, с этим серьезным заболеванием. Я думала, что скорая будет ехать к нам долго. Но, на удивление, они приехали очень быстро. Через 40 минут, если не раньше, они уже прибыли. Нашли нас, наш поселок, где мы находимся. Позвонили прежде, что вот правильно ли мы едем. Да, все правильно. Его забрали в больницу. Благо, больница здесь находится недалеко, где-то в 3-4 километрах от нас. Но, естественно, это ночь. Его увезли в урологическое отделение областной больницы города Еврославля. Он мне должен был позвонить. Я, естественно, жду, что чего он мне скажет. И где-то, наверное, прошло полтора часа. Его там прообследовали. Он мне звонит. Забирай меня. Все нормально. Мало того, что скорая сделала ему уколчик. И там еще тоже ему сделали УЗИ. Взяли анализ мочи, по-видимому, крови. И там тоже сделали укол. И все, у него все боли прошли. Приезжай, меня забирай. Время, наверное, было 3 часа ночи. Ну, я села и поехала за ним. А там как раз в областную больницу надо повернуть было налево. А если ехать туда прямо, там уже едешь к мосту, к нашей, к Волге. И он уже тут вышел на вот эту центральную дорогу. Я, соответственно, разворачиваю машину. И его, он садится. Машин вообще никаких нет. А единственное, автобус как раз выходил из областной больницы. И поэтому я перед ним тут развернулась. А он туда дальше проехал. Я разворачиваюсь, еду. Смотрю, со мной гонится машина. Ну, то есть, я не спеша еду. Гладь дорога такая блестящая. Такое ощущение, что подморозило. И мало ли того, что скользко. Хотя у меня уже, я переобутаю. Машина у меня переобута. Я еду, а она сзади не обгоняет. Я прижалась к этому, прижалась. Думаю, обгоняй меня. А что не обгоняешь? И вдруг эта машина включает мигалку. Без звука. Просто чисто вот мигалку включает. Ну, я и тут и поняла, что меня догнали гаишники. ГИБДД. Я остановилась. Ко мне подходит. Представляется там лейтенант какой-то. Я говорю, а что я нарушила? Чего вы меня останавливаете? Вроде машин. Или то, что машин никаких нету. Так надо меня остановить было. Догнать меня и остановить. Он говорит, а что это вы развернулись? Мне так стало смешно. Я говорю, да вы знаете, у меня вот муж в областную больницу ездил. Поскоро его отвезли. Все, слава богу, нормально. Я вот приехала его встречать. Он посмотрел мои документы, посмотрел права, посмотрел регистрационные вот это удостоверение машины. И все. И меня отпустил во свояси. В общем, эта ночка для меня была, как говорится, самой такой запоминающейся. Вот, что я вам хотела рассказать. Ну и я хотела всех поблагодарить. Всех моих зрителей, всех моих друзей. Спасибо вам огромное. Мне на карточку пришла зарплата от YouTube. И сейчас мы поедем с мужем в Сбербанк. Я буду ее снимать. Так что ж, я всех люблю, всех обнимаю, всех целую. Говорю большое-большое вам всем, друзья мои. Спасибо. Дай бог вам всем здоровья, что вы меня смотрите. Ну и кто зашел на мой канал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, заходите почаще в гости. В общем, я поехала сейчас снимать первую мою зарплату. Я просто счастлива. Спасибо вам, мои дорогие. Так как мы сегодня ездили в Сбербанк, я сняла денюжку, которую мне перечислил YouTube. И мы зашли еще, соответственно, в магазинчик. Надо же потратить эти денюжки. Мы зашли в светофор, что же мы там купили. Вот я люблю такие конфеты кокосовые, пряники. Естественно, сладости. Все это, естественно, вредно. Но что делать, мы не часто ездим в светофоры, не часто что-то покупаем. Вермишельку вот такая там лапша яичная. Майонез появился. Сколько раз ездила, не было майонеза, а тут что-то появился майонез. Вот такой 66 рублей. Лапша килограмм 54 рубля. Ну, я люблю побаловаться фисташками. Иногда хочется что-нибудь такое солененькое. Несколько штучек слопаешь. Также вот такие салфеточки. Ну, что-то протереть. То зеркала, то окно, то еще что-нибудь. Вот такие салфеточки я взяла. Также мы, естественно, купили по поводу того, что я получила зарплату ютубовскую. Мы купили вот такой тортик. Птичье молоко. Я очень люблю торт. Птичье молоко. Тут оно 550 грамм. Такой весистый тортик. Вот мы сегодня будем отмечать. Вот таких карасей. Купили 4 штучки. Я очень люблю рыбу в любом виде. Ох, мне ее и не поднять-то. Ой-ой-ой, она такая скользкая. Сейчас у меня совсем она слетит. В общем, вот таких карасей 4 штучки. Косточки телячьи, свежие. Нам тут нахвалили на бульончик. Тут где-то килограмма 2. Ну и, естественно, леруа. Леруа Мерлен. Коврик. Вот такой вот коврик. Это так как сейчас уже холодно раздеваться на крыльце. Коридор постелим. Три рулона обоев. У нас еще лестница не доклеена. Вот мы купили такие однотонные обои. Под цвет. Ну, что-то типа дерева. Там у нас она деревянная. Ну, вот мы такое что-то брали. Потом, естественно, семена в леруа Мерлен. Я тут какие-то прикупила. Огурцов. Вот авторские сорта гибридов. И апрельский от Октябрины Ганечкиной. И удлинитель с заземлением. Так как у нас много что надо включать к зиме. Это значит, что у нас там включается. И скважина. И септик включается. И подогрев еще идет в скважины. Кабель подогревающий. То есть нам там не хватает розеток. Вот мы купили такой удлинитель. Ну, и чтобы крепить перила, прикрепить перила. Вот у меня муж взял такие четыре уголка. Чтобы поднимаешься по лестнице. И были перила. Вот такие у нас покупочки. Сегодня мы сделали. И за все про все мы заплатили. Сколько я тебе говорила-то? Две триста. Короче, мы заплатили сегодня. Вот мне, значит, начислили семь четыреста. Вот, я очень счастлива, очень довольна. Спасибо вам всем. Спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok